всем привет друзья сегодня с вами посмотрим ролик с канала мистер бист переживи 100 дней бункере выиграй 500 тысяч долларов за 500 тысяч и 200 дней пожил бы надеюсь ты не маленький бункер там 2 на 2 конечно с ума сойдешь так ну давайте посмотрим значит ставим лайк комментарий для развития а вас друзья мои попрошу проделать те же самые манипуляции со мной напишите комментарий мне поставьте лайк мне я буду начинать 100 дней я только что построил этот бункер и эти двое незнакомцев попытаются прожить здесь следующие 100 дней снимите повязки юга это рейн рейн это фьюга они видят друг друга впервые а это ядерный бункер который будет их домом в нем есть все что нужно чтобы прожить 100 дней можно даже выращивать свои овощи если пройти сюда вы найдете спальню наглутом хитропоник в тубине 12 метров под землей еще одна кровать и что самое главное вот ваши полмиллиона долларов настоящие в усики продержите здесь вдвоем 100 дней и они ваши но если кто-то уйдет никто ничего не получит мы не уйдем до дней и полмиллиона ваши вау это же куча денег окей увидим выживут ли они 100 дней выживут не верится что мы здесь безумие да это наш новый дом теперь ты мой сосед что мы не увидим солнца 100 дней можно выращивать еду все будет сюда самом деле это тяжело в том плане что солнце нужно для как сказать витамин там c по моему что такие витамины пока что похоже они ладят но они еще не знают что это ненадолго и монстр ты мне не нравишься готовимся к первой ночи надеюсь вы не упадем на пол спокойной ночи спокойной ночи рейн как-то не очень-то разумно придумали игровой степень поставили кому-то отдельно может признаюсь мне не нравится что я не знаю который час вчера в это время мы не были знакомы а теперь мы просто готовим завтра хотя эти двое только познакомились им придется действовать сообща если они хотят выиграть полмиллиона долларов однако как всегда есть подвох штука сверху выглядит как-то подозрительно ее что это и почему коробки закрыты не знаю происходит что-то о чем мы не знаем видите кнопку не трогай она символизирует главный подвох но чтобы узнать о нем им придется подождать до десятого дня если конечно до этого они не умрут от скуки чем сегодня займемся я буду учиться играть на гитаре зачем мне радио если я сам могу быть радио какого черта следующие 100 дней я буду учить испанский третий день в бункере погнали мы выйдем такими накачанными ты мой любимый человек в этом месте и здесь внизу самая крутая что четвертому дню сложности жизни с незнакомцем стали очевидны скажу тебе кое-что ты очень храпел прошлой ночью извини беруши были бы кстати но если район меня вдруг достанет этим я ее точно напугаю вот наш вид на улицу просто зима но поскольку выйти обойдется им в полмиллиона долларов придется как-то приспособиться я приготовил нам гидро пунька это на уже овощи то уже готовые ну вы выращенные не а самим чего выращивать салат мне так скучно сегодня мы строим трон из консервов ну да здесь учет в этом плане не телевизор там книги какие-нибудь визу консоль какую-нибудь я кьюга и это жизнь в бункере а на десятый день пришло время странно как пару дней так прошло у них они уже с ума сходят либо просто так сказали все видите так либо не реально такие для особого предложения вау это джимми что ж пора показать вам подвох этого видео по бокам комнаты есть две коробки как думаете что там кнопка кнопка о боже мой сканер отпечатков и с другой стороны тоже сканер и еще кое-что таймер на минуту эй чендлер давай наконец-то как видите начался обратный отсчет если вы позволите ему дойти до нуля ваши деньги мгновенно сгорят в по-любому не сгорит каждый доллар из полмиллиона и чтобы деньги не сгорели вам придется действовать сообща все просто положите руки на сканеры и вот он остановился так что каждый день в случайное время это будет происходить каждый день каждый день а слишком в туалете а если в душе мне все равно из-за чего но если хоть раз облажаетесь то оба уйдете ни с чем приду через пару дней я теперь не смогу спокойно спать 100 дней и если мы облажаемся хоть раз то все перенесем кровати сюда окей у меня как будто грустно душе кнопка включить такое стоять и бежать вообще ну да уж кровать здесь поставить чается раз в день но в любое время честно говоря я теперь сильнее нервничаю из-за постоянного ощущения на говоря стримдек я теперь сильнее нервничать за постоянного ощущения что кнопку вот-вот я испугался блин у меня сердце в пятки ушло на самом деле на самом деле это были большие стройства но сегодня она больше не сработает и поздно одежда как кстати в этом плане гигиена где постираться новая вещь есть у них для тревоги хьюго и рейн провели свободное время за чтением и учились работать вместе и казалось что у них есть все шансы выиграть эти полмиллиона но чтобы проверить их сплоченность одним утром я включил тревогу в шесть утра чтобы посмотреть смогу ли я их подловить боже мой быстрее но они сработали быстро однако хьюго и рейн быстро реагировали не только на тревогу ведь им потребовалось всего 13 дней чтобы найти сюрприз спрятанный под половицами это дверца мы не должны были знать об этом открылась открывается это как другой мир тут столько всего и теперь когда у них есть лучший шоколад в мире хьюго и рейн начали втягиваться в процесс ежедневного спасения денег от огня мы сможем рейн мы сможем с каждым прожитым днем они были на шаг ближе к выигрышу 500 тысяч долларов мы пугаем тревогу тревога на снимок а каждые 10 дней я буду делать им новое предложение и раз сегодня 20 день нолан слышишь нас жми на кнопку ребят вы стали очень хороши и всегда успеваете буквально за пару секунд и я задумался а ну это не весело совсем это не весело дали вам целая минута да определенно да увидим как сильно я добавлю к вашему призу еще 50 тысяч долларов и общий приз будет пятьсот пятьдесят тысяч долларов если вы позволите сократить минутный таймер до 30 секунд я хорошо подумайте недавно нормально держитесь за то что есть ведь в следующие 80 дней у вас будет всего 30 секунд чтобы коснуться сканеров если вы хоть раз ошибетесь горят уже не 500 а 550 тысяч давай подумаем на кону очень много денег а теперь мы хотим сократить таймер и сделать все еще сложнее стоит ли 50 штук того не знаю мы всегда успевали менее чем за 10 секунд думаю мы сможем надо попробовать согласно согласно теперь он всегда будет на 30 секундах но а вот и деньги как и обещано вот ваши 50 тысяч 7 тыс специальники взяли на порядке даже не настоящий день из долларов спаде что это вас не погубит если честно это наверное было глупое решение нет нельзя так говорить на самом деле это было феноменальное решение они ни разу даже близко не подошли к провалу добираясь до сканера менее чем за 10 секунд рейн с тревогой мы разобрались теперь главное не заскучать день 30 увидим сможем ли мы усложнить им задачу день 30 и у меня еще одно предложение вместо того чтобы рассказывать я покажу его нажмите на кнопку о как тихо вот мое предложение плюс 50 тысяч к призовому фонду и общая сумма становится 600 тысяч долларов но при этом тревога будет включаться без звука я дам вам время на обсуждение ли согласятся они по-юбому согласятся это это так и будет немножко видно что наигранность она прослеживается сильно что это все шоу адекватные люди не согласились конечно на 30 секунд бы потому что такая сумма на кону когда люди скорее всего вряд ли согласились на звука тревоги не будет может это последнее предложение у нас пятьсот пятьдесят тысяч которые нам пока удавалось защитить этого мало нам придется посменно дежурить до самого конца испытания тебе этого хочется но это же куча денег ладно ребят пора решать хотите добавить к вашему призу 50 тысяч если мы отключим звук как бы мы не хотели но мы пас правда я уже рассчитался могли бы купить по тесле мы и так можем купить теслы можно купить больше мне одно и хватит ладно увидимся когда-нибудь в будущем пока может быть я не верю что мы отказались джимми предложил мне пятьдесят тысяч долларов кто так не тебе предложила вам двоим кого откажется рейн больно говорить нет такой сумме он смирится он переживет я думаю мы приняли правильное решение это попытки восстановить отношения они убрали запасы еды чтобы написать название своей новой команды сточные крысы ого круто вышло да не говори но этого было мало ведь юга был огорчен тем что выполняет большую часть работы кормит рыбок и чистит аквариумы мерзко о мой бог и ухаживает за садом чтобы свежие овощи не заканчивали молодец молодец чтобы я делала без хилла умерла бы и вдобавок ко всему хьюга готовил большую часть еды а так как они ели три раза в день это значит что он приготовил для них более 100 блюд ну я не знаю что есть такого вот это тоже рассказать правильно если делаю что-то делает от души или вообще не делаю если такой души считаешь что вот я больше сделать от тебя 3 не делай вообще это хер вот этот претензий какие-то предъявлять я сделал больше не сделал это вообще блин или заранее обговорить это что делал я судил и стыдом вот этот я не люблю такой не плюцки делать боже мой ты как мой личный дом вафель не надо меня так оскорблять и пока напряжение между ними росло мое предложение на сороковой день не собиралась облегчать им жизнь и прежде чем мы войдем в бункер нам нужен сосун нолан денежный сосун чтобы начать сороковой день эй чендлер давай чендлер и тарик сейчас находятся на поверхности и всасывают 100 тысяч долларов вы их еще не потеряли мы делаем это сосун и если в следующие 10 минут кто-то из вас уйдет то заберет 100 тысяч долларов которые только что высосали и другой игрок не будет исключен но вы оставите товарища по команде в этом бункере чтобы он в одиночку выиграл остальные четыреста пятьдесят тысяч если кто-то хочет может было бы уйти если потому что я чувствую напряжение убивает друг друга нахрен сейчас самое время может я уйду я тут все делаю я готовлю я ухаживаю за растениями и даже развлекаю тебя ужасной игрой на гитаре я могу уйти не надо я уйду мы же с тобой сточные крысы мы сможем чувак чувак твой боевой дух чувак если ты так хочешь принять предложение давай все что хочет юга пожмем руки мне кажется он все равно уйдет ладно кому-нибудь из вас двоих заполнят багажник автомобиля 100 тысячами долларов прямо сейчас я скажу нет прости прости я останусь положу 100 тысяч обратно увидимся через 10 дней и хотя они в итоге остались вместе колебаниях юга стали испытанием прочности для сточных крыс было похоже словно тебя бросили такая беспомощность мне позволить ему просто уйти к юга в чем дело ты немного странная а ты слишком простой на мой вкус я не против быть простым а мне не нравится быть просто окей но это раздражает глупый что она сказала эй да не как уже как он стерпится надеюсь на жаре отмец и кульчей же хоть убрали оттуда с такой ты пырнуть можно принципе обычно такой дайте закон и убивает за такие вы слова вот я рита на меня так безумие не знаю помирятся ли они за следующие как же это безумно да какая юга и рейн едва общались друг с другом что плохо для контента поэтому я решил стрек обстановку хоть по правде сказал я новую переменную что йоу похоже на еще один сканер они что еще игрока позвали это морду предложить мой самый страшный кошмар я не хочу никому больше доверять но думаю мы скоро узнаем очень скоро как дела эта лестница всегда пугает я привел вам друга закройте глаза того кто кое-что знает о жизни в необычных местах это райан трейхан жизни гораздо ниже подождите по-моему это тот чувак если такой я одно время тоже лазил смотрел бункер и всякие ну что такое и англоязычный ролик находил американцы думал там все бункер тоже там бункер такой честно говоря там комната вообще метров 12 квадратных было малюсенький такой вообще ни о чем не там для жизни не то что мистер без того даже половины этого нету но прикольно чисто ну как сказать с эстетической точки зрения очень красивый бункер классный был а так шить нету обидно не с того вы начали ведь следующие 50 часов он проведет в бункере вместе с вами безумие итак теперь когда ты участник этого в планах не было то играть по тем же правилам что хьюго и рейн только деньги не получишь я обуза окей переоденься в это ровно через 50 часов будет 50 день раян будет с вами до тех пор веселитесь стой джимми нет удачи с районом эй ребят ехо юго я райан рейнушечка рад встречи рад встречи бро новые соседи новые соседи рейнушечка рад встреч получается еще и еще и пират расставил и рад встречи бро новые соседи? Новые соседи. Ребят, я дрожу. Я реально нервничаю. Честно говоря, мне стоило проверить сумку Райана, потому что... Я принес вам кое-что. Да ну, Бейонсе! Это ее альбом! Это ее альбом, чувак! Пора бы нажать на кнопку, но я подожду, пока они будут очень далеко от сканеров, а потом нажму. Идем, 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 идем! Там же не было звука. Даже вот не было звука. Для интюжного монтажа сами добавили. Класс! Я в туалет сбегаю. Окей. Еще раз! Все время ходит в туалет. Я правда не понимаю, как они торчат тут уже почти 50 дней. Хьюго и Рейн не нравятся друг другу. И это угрожает успешному завершению их 100-дневного челленджа. Вы ведь большую часть дня практически не разговариваете? А, 100 дней. 100 дней, да? Че-то я уже забыл. Я че-то сюжет сижу и думал. 200 дней почему-то себе придумал. 100 дней. Нормально. Да! 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 Проведя с ними целый день, я понял, что причины, по которой я здесь, убедиться, что Хьюго и Рейн доберутся до сотого дня. Так что сегодня мы проведем тест на дружбу. Тест на дружбу? Первый тест. 60 секунд смотреть друг другу в душу. О, мой бог. Окей. Смотрели этот. Большой стенд. Как он в трюфу попал. Ну, говорит, поворачивай. Такой. Блин, песенок. Как будто, говорит, чужой смотрит. А, е-мое. Стол съехал. Как будто чужой, говорит, в душу смотрит. Вы готовы? Три, два, один. успех и последний вопрос рейн почему ты хочешь чтобы хьюго выиграл это невероятная возможность а он большой фанат мистера биста он должен победить отличного человека выбрали для этого видео это верно хьюго почему ты хочешь чтобы выиграла рейн я сейчас взял что хочешь что как сильно ее семье и помогает а победа даст любые возможности она хочет отплатить родителям я хочу помочь и улучшить их жизнь если вы будете помнить что делаете это не только для себя но и друг для друга да это точно то эти деньги ваши тест на дружбу пройден спасибо и прошли с районом коза такой спасибо и прошли с районом казалось все стало гораздо лучше и вот в пятидесятый день у вас вечеринка они даже сделали шоколадный торт из фистаблс и он очевидно был очень вкусно пятидесятым днем у вас вы оба невероятные люди сюда оу к сожалению район твои 50 часов истекли я должен тебя проводить первое что я вижу выходя из бункера это лицо нолана и он чуть не развернулся и вот когда район ушел анекдот вспомнил шкет был такой ему все дразнит его что у него лицо на жопу похоже подходит по мне очень рука и все издевайся на лицо на жопу похоже не верит им что они говорят ерунду иди вну бабушки спросили тебя подтвердит к бабуле это говорят нормально никому идти вот детка ученика он же всегда правду говорит иди у деду сходи а дед угадайте какое у меня предложение я думаю что раз мы на полпути ты сократишь время вдвое почти угадал мое предложение на 50-й день за каждую секунду убранную с таймера я добавлю 5000 к призовому фонду и слышать что сидеть как есть мне нравится я предложил у вас 10 минут на раздумье думаю либо 10 либо 15 рискованно ты же сказал что я могу соглашаться на любой челлендж если останусь минус 10 секунд до 10 минус 10 что вы думаете мы согласны убрать 10 секунд пойду за деньгами спасибо джимми вот ваши деньги 100 тысяч а теперь когда я выбросил еще 50 тысяч долларов я снова оставлю вас в этом бункере зайду через десять дней наступил пятьдесят первый день первое утро без райана здесь неплохо локацию продать кому-нибудь или ну сдавать вариантом для блогеров все извините всякие здесь этот ролики снимать ну а хрен ска локация согласитесь красиво очень вот электроблогеров было бы прикольно если бы снимать всякий фильм снимать можно про хоть апокалипсис и особенно гидропоника больше всего понравилось есть так тихо теперь сейчас была наша первая 20 секундная тревога было страшновато видеть как таймер дошел до 15 секунд да страшно без райана который принес мир в бункер отношениях юга и рейн снова начали портится хочу прояснить юга у нас нет зарядки для этой штуки только я буду сажать в ней батареи ни одной песни нельзя я тебе все отдала ты получил часть моих ананасов ты получил возможность мыть аквариум готовить еду какие-то толчок тоже мыть разрешили тебе ты все смотри все тебе отдали а ты еще недоволен какой-то есть кофе ты сейчас ешь мое варенье окей окей а я положил руку на второй сканер чтобы она получила 300 тысяч в тесном бункере хьюга искал способ организовать личное пространство под полом есть место для хранения я превратил его в логово где можно отдохнуть девушкам сюда нельзя у меня тут закуски книги и диван рисовать под музыку это потрясающе хочешь потусить моей пещере рейн что за черт и со временем напряжение между хьюга и рейн заставляло их совершать глупые ошибки я покормлю рыбок их нельзя кормить надо чуть-чуть совсем доброе утро рыбки пора кушать такой срач уже я иду рейн иду 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 она стоит смотрите я иду рейн иду иду видите она стоит на месте и не двигается иду рейн а там дверь не открывалась ну это интрига натянута какая-то хихихих это было очень долго я не собираюсь царять 300 тысяч из-за того что рейн такая рассеянная я начинаю забывать так она ничего не сделала там просто дверь не открывалась или она сама просто стояла ну тут какая-то натянута опять же интрига какой была нормальная жизнь просыпаясь в бункере я чувствую что нормальной жизни больше не существует это будто один бесконечный цикл но как бы то ни было хьюго и рейн постоянно мешали мне сжечь их денег поэтому шарел супер какие с 50 дню я решил посмотреть смогу ли я хотя бы разжечь их жадность решим кто нажмет на кнопку я я мне нужно кое-что бросить отойдите-ка подальше извините в качестве предложения на 60 день вот 50 тысяч долларов если разрешите включать тревогу три раза в день вместо одного до конца испытаний у них только один раз в день тревога играет боже мой что же обсудите это я хочу попробовать было бы круто но я не уверена будут ли они срабатывать прямо подряд в идеале да и так что мы делаем с 50 тысячами я добавляю к общей сумме или нет нет правда тем более во первых они же сами сказали что не знают нет часов и не знать когда день был когда не в день они не могут контролировать шоу беру деньги и ухожу нам и так уже некомфортные мы не хотим чтобы это длилось очень долго 40 дней это очень много и учитывая что они прибыли в мой бункер более двух месяц и с учетом того что они уже на 40 и начали с ума сходить потихонечку сейчас они еще друг другу еще ненавидит еще масса сортнее писать сложнее назад 61 дню весна была в самом разгаре как и их беспокойство я устала просыпаться и весь день проводить в одном месте теперь это наша новая норма это уже не весело я не хочу некоторые люди так и живут был у них компьютер какой-нибудь гаджи какие-то игры игры там стрим стимдек какой-нибудь просто ничего не поиграть в консоль что больше читать не хочу вести дневник не хочу рисовать все что раньше было весело теперь скучно после 60 дней вдвоем в одном помещении юга вдруг пристрастился к уединению в своей пещере пойду посижу себя в пещере почитаю весь день читаешь юга думаю рейн слегка расстраивается из-за того сколько я читаю но я больше не хочу собирать пазлы наверху что он перестал читать думаю я спрячу его книги рейн нужно было взять дело в свои руки если она хотела вернуть внимание хьюга ты спрятала книги я спрятала книги нет я знаю ты издеваешься у меня была еще стопка книг вот тут я думала они там зачем мне это она манипулирует мной и если честно я сильно расстроен начинаю вспоминать предложение джимми на сороковой день я мог согласиться но сказал нет потому что хотел больше денег а теперь знаю что у меня нет другого выбора раз я решил остаться я не знаю продержусь ли услышать сопли кулак намотайся и не воняй е-мое за такую сумму ты может и потерпеть в сожалению в голосе хьюга на 70 день я предложил ему то чего он не сможет отказаться но как обычно сперва нам нужно нажать на кнопку ты закрыл я что ты сделал вырубил им свет как дела хорошо у тебя прежде чем я расскажу о предложении нужно вас разделить юга иди наверх рейн станет денег пора установить стену эти шторы меня напрягают что-то что сейчас будет эй карл давай пылесос деньги всасываем 200 тысяч мы сейчас всасываем 200 тысяч из общей суммы в 600 тысяч долларов как и в одном из прошлых предложений если кто-то из вас уйдет кто заберет 100 тысяч я могу уйти не надо кто-то один может уйти домой прямо сейчас ты вернул предложение да но на этот раз вы можете уйти с двумя стами тысячами не исключая другого человека окей но в отличие от прошлого раза я разделил вас как стоянба он и прошлый раз не исключал того человека то бишь что он мог уйти и а второй мог остаться как бы один уж мог уйти второй остаться сейчас такое же предложение чем изменилось чувство трудом я купил утюг который забыл название складывающиеся чтобы она не мешала тебе уйти если ты все еще хочешь этого интересно может быть же именно зачем ты так со мной ты окажешь рейн услугу ведь вместо того чтобы бороться за 300 тысяч которые вы оба получите если останетесь она будет бороться за 400 тысяч так что уходя ты ей помогаешь я отдаю ей 100 тысяч до я не знаю прощу ли я себя если откажусь от 200 тысяч и в итоге проиграю этот челлендж и пока они решают нужны ли ему может это играть может закрыться в конце концов уже и разговаривал куда-то прослежать я расскажу вам о монстр хантер на у что монстр хантер нау это бесплатная мобильная игра от наэнтик типа покемон гол кто-нибудь хочет сыграть сейчас худшее время для этого ножа и расчастки особо идеальное время чтобы играть на что-нибудь отличие чтобы как следует показать игру я выйду на поверхность монстр хантер нау побуждает вас выходить на улицу и искать монстров допустим вы выгуливаете собаку можно искать монстров или покупаете фестаблс делитесь с монстрами или я на свидание это нереалистично а вот сражаться с монстрами да так же фантазировать хантер нау в течение месяца доступен мой личный квест плюс мечи щиты от места и другие предметы переходите по ссылке или qr-коду скачивайте монстры у него даже в игре свой мерч есть даже в игре свой это охренеть мистер мист чё сказать контр нау а промо-код мистер бист хан даст вам бесплатные предметы мой квест доступен лишь мист опять же говорю это глупо неужели человек сидящий там вот бункер все вот ему там дрочат ему ради хочешь в игру поиграть нет я не хочу круто лучше время так что поспешите я чуть не ушел за сотню а это в два раза больше помните если вы не уйдете вам еще месяц сидеть в этом бункере хотите увидеть свою семью хотите увидеть солнце и что еще важнее заботитесь ли вы о вашем напарнике и хотите чтобы он заработал еще 100 тысяч пять четыре три на игры все равно на и ну два последний шанс получить гарантированные 200 тысяч долларов один я спускаюсь вряд ли он до сих пор там сейчас я отодвину штор и покажу ушел ли кто-нибудь никто не ушел и поскольку никто не ушел мы возвращаем ваши 200 тысяч приду через десять дней я отказался от 200 тысяч я не верю что ты сказал нет надеюсь ты не пожалеешь я получу больше состоится токаре того что твичи досталось и этого не хочу уже то не остались вместе но деньги единственное что их удерживало не уже не очень хочется этим заниматься иногда самое сложное в этом челлендже даже не тревога эта жизнь с другим человеком особенно когда он такой требовательный приготовишь мне курицу не приготовишь мне яйца в смятку сможешь после этого приготовить требовал как-то 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 терпеть вообще можно я уже зарезал ладно как он еще до сих пор да вот ничего не сделал такой вот противозаконного такие требования как ты как ты терпишь такое вот это вообще мне немного яиц чориза это отстой я устал делать одно и то же каждый день я не против помочь рейн но это уже слишком спасти сейчас джимми со словами хьюга мой такой не против помочь хотя помощи просят те никто не приказывает не указывает просто просят можешь сделать или не можешь сделать может послать в конце концов опять же курить или делай от души или не делал вообще-то я-то больше делу я там больше я больше ошиблись номером уходить вот 10 штук я бы наверное ушел время наедине с рейн начала действовать хьюга на нервы и когда их растение начали гнить район не захотела пачкать руки а почему юга на нервы так еще раз ок я бы наверное ушел время наедине с рейн начала действовать хьюга на нервы и когда их растение начали гнить район не за начали срезать их хотела пачкать руки или эту противную воду а ты не поможешь нет давайте спасибо рейн я буду делать колесо воняет не знаю почему но я попросил рейн подстричь вот это да его я воняет вот это открытие меня и конечно же она все испортила порча волос честно говоря странно за сколько там два месяца пусть я прошла за два месяца вот так он даже не опрос совсем за два месяца юга стала последней капли и его моральный дух упал до минимума недельку просите или просто потому как он опрос там недели к полторы прошло время на самом деле уйти давай деньги сгорят и мы оба ничего не получили я видел что им тяжело посмотри а если один из них уйдет вообще оба ничего не получит тяжело взбодрит ли их следующее предложение или сделает только хуже я задам вам вопрос здесь тоже это странно поведение говорит потом психанул ну давай уходи деньги сгорят мы чуть получим вместо того чтобы сказать заткнись пожалуйста мол чуть-чуть не нравится я уйду сейчас и только не уходи нам деньги должны нет давай еще потолкни его там да ли вы ответите правильно я не буду нажимать на кнопку следующие 10 дней 10 выходных 10 выходных это очень круто но если вы ответите неправильно я сниму с таймера 5 секунд о я кажется знаю что ты сейчас спросишь вопрос такой что вкуснее шоколадка фистаблс или шоколадка хершес она права очень вкусно было легко я не буду нажимать кнопку советую выспаться ведь девяностый день не будет таким легким рейд 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 тревога о мой бог увидимся мы можем просто закрыть их да ты прав отдыхая 10 дней таймер и несмотря на напряженность их отношений отмена сигнала могла стать как раз тем самым что им нужно чтобы наладить контакт ему порядок просто навести бы все раз сигнала нет я могу делать все что угодно этим и займусь сегодня в меню оооо до этого не могла делать вот до этого вот что же до этого было сделать вот когда седал был вот нельзя было ничего сделать а теперь столько времени высвободил свободно рейн сказала что никогда не будет готовить и печь уже второй раз мистер места смотрю когда они на плоту первый раз пыли там и дороже на такая глупость была ну вот я помню я показывал про не помню про что это вспомнился дними как день домик все построить кажется не могли или что-то такое что спали на улице у самих там были всякие при при еде прибуды и здесь то же самое что-то натянута такси соседка сейчас готовит нам пончики тем не менее мистер бист молодец все равно мистер бист я не перестаю его к нему хуже относиться после этого нет просто просто прикольно это не дает эти знаешь не могу смеяться одним он такой же молодец такой же красавчик все помощь которую делает это вообще это очень круто да они супер спасибо хьюга так вот пончики дегустация пончик в шоколадной глазури от фистаблс а раз фистаблс спас их дружбу восьмидесятые дни пролетели как один миг и они решили использовать отдых и подготовиться к тому что будет дальше что нам нужно так это готовится к 90 дню составим план и убедимся что мы выиграем я попрошу план это спланируется так сложно это же вот это будет вот возле кнопки находить как-то это был дает живот надо расписание там составит надо что будет смотреть юга засечь время за которое я добегаю из разных мест бункера до сканера используя секундомер плеера который нам дал райан давай 261 окей давай 409 окей круто 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 меньше 5 давай 380 они учатся сич сам по конца сколько время тут самого-самого конца где там было и боль двери когда он возле двери стоял помните двери стоит просто это за двери и все так вот что такая медленно просто двери стоял потому что трипидесятый создавал 339 с 90 по сотый день будет война либо выложимся либо идем домой я выложу будет война у нас красножек есть на билка будем драться потому что я не иду домой завтра на 90 день таймер вернется но после наших тренировок мы справимся пора снимать табличку тоже интересно вот говорит они вот что то что обратил внимание они стоят этот считаю дни а вначале говорили а вот не знаем утро сейчас или день какой час что какой еще это самое сколько сейчас времени а сейчас спокойно теперь знают хоть соответствую своим правилам болит знаете вы не знаете сколько дней прошло вот и он настал девяностый день в начале эти в 4 утра проснулись анти яму не знаю сейчас день или ночь сколько сейчас времени очень на улице ничего не знали теперь про каждый день знают рисую там не свои значит пора впервые за 10 дней нажать кнопку кнопка снова работает скучали по кнопке не много окей мы идем вот 100 тысяч долларов ваш призовой фонд я дам их вам прямо сейчас увеличив ваш баланс до 700 тысяч долларов и в обмен на эти деньги я увеличу время на вашем таймере увеличу с 20 секунд до целой минуты однако после каждого сканирования то я забыл они нет они же не стали отказываться от того чтобы этот сам писка не было или стали отказываться не будет сбрасываться и эту минуту вам нужно растянуть на последние 10 дней испытания минута на размышления что думаешь что думаешь немного страшно но это же куча денег наши расчеты говорят что мы всегда тратим меньше пяти секунд всегда ва-банк только по вас один раз было то что тупану да опять же это на игры все было не раз тупанула если еще раз тупанет так вот и что будете делать после рук просто спать так вот скучиться привязать к скатеру так вот как у влада бумаги помните помните говорю это как-то раз давно-давно чё-то в тренды залез тумцами чё там вообще есть то вот маг или флата 4 как-то или помню влад какой-то белобрыс такой который мистер беста копирует у него короче челлендж как называется слот этот на машине надо продержать руку кто больше рука продержит победил и типа машины его будет раз там посмотрел я не смотрел так вот открыл ролик здесь этой клуб здесь клуб так 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 тыкнулся раз чувак выиграл ладно тебя за моя машина все выиграла это иду дальше по трендам иду дальше вниз раз 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 еще один ролик тоже те же самые условия даже сама машина и там показалось что ли не пойму ну-ка дайте гляну те же самые люди это Те же машины, те же люди. Я думаю, что-то не то. Перестал обратно. Нахожу этот ролик. Реально, та же машина, те же люди, те же самые условия. Лезу ниже. Ещё один ролик. Те же самые люди, те же условия. Блин, я вообще... Вообще не палец, я вообще похрену. До такой степени так всё глупо сделано. Одна и та же машина, те же самые люди. Локации, по-моему, разные. Я не помню. Ой, так всё это глупо вообще. Победа. Только победа. Джимми? Дети смотрят, детям нравится. Ну, просто я... Ну, нравится, как бы, пускай смотрят. Ну, просто я... Моё личное такое замечание, наблюдение, что так это глупо выглядит, но... Ну, нравится, пускай делают, что уж поделать. Мы приняли решение. Ладно, каково ваше решение? Мы согласны. Уверены? Да. Назад пути нет. Положу их кучу денег. Только победа! Джимми! Через 10 дней. Раз уж у нас теперь 700 тысяч долларов на кону и всего 60 секунд, пора сменить обстановку. Мы расставили всё так, чтобы от сканера нас отделяло не более 30 сантиметров. Мы даже перенесли... Не более 30 сантиметров. Сюда всю нужную еду. Мы провели здесь 90 дней, и скоро всё решится. Посмотрим, как мы отключим тревогу с нашего нового места. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. 1 на 11. Это нечто. Каждая секунда на счету. И боясь, что мы нажмём на кнопку, эти двое ждали у сканеров буквально весь день. Так что, когда мы нажали на кнопку, они были готовы. Вот так! Это самый быстрый результат! Да! И они пошли спать. Да и хорошие в первый день, там, что-то секунд за пять. У них было, они даже когда не сильно ушпарились, они отсюда убежали. Секунд за пять успевали. Они не знали. Я уверен, там, всё последнее, что в конце будет... Проконентская интрига будет, по-любому. Вот в самую последнюю секунду какая-то интрига будет. Что уже за полноча, значит, новый день. Нам оставалось лишь дождаться, пока они заснут. Они реально спали, и у них ушло две секунды. Они не попались. Но я знал, что в какой-то... Чисто уже до уровня рефлексов просто дошло это. В момент они отойдут в туалет, поэтому я ждал моменты, когда они будут как можно дальше от сканеров. Рейн, Рейн, тревога! Класс! Класс! Ты примчалась, как пуля! Думаю, можно позволить себе сходить в туалет. А, что? Да. Вернись сюда. Даже не думай. Вернись сюда. Что значит, даже не думай? Ну, это опять же, говорит, наигранные интриги. Удальше, Хьюго! Хьюго! Давай, 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 давай! У нас ушло пять секунд. Чёрт, медленно! Тебе больше нельзя ходить в туалет. Я очень хочу, чтобы это была единственная пятисекундная тревога с этого... Шесть секунд. У вас шесть не осталось. Говорит, нельзя в туалет ходить. И что, завтра без туалета? Придётся терпеть, пока не сработает таймер. Я нарисую линию на полу, чтобы он знал свои границы. Куда можно заходить, а куда нет. Вот линия. Правило Рейн насчёт туалета было, возможно, жёстким, но следующие пару дней оно помогало Хьюго не пропускать тревогу. Но на девяносто восьмой день Хьюго стал склоняться к старым привычкам. Хьюго! Хьюго! Давай, 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 давай! Сколько у нас ушло? Шесть, ноль, одна. Хьюго, ты превысил лимит на шесть секунд. Я бежал так быстро, как мог. Больше всего времени на отключение сигнала мы тратим из-за того, что ты в туалете. Ты не видишь проблемы? Почему именно он в туалете, а не оно? Да ладно. Ты не видишь? Мне теперь вообще нельзя в туалет. Хьюго, не играй с этим. Я не играю, я просто писаю. И, несмотря на напряжение, Хьюго решил высказать всё, что у него на душе. Рейн в душе? Это последний раз, когда я могу сказать, что я о ней думаю без прикрас. Очевидно, нам было трудно, ведь сперва мы были незнакомы. Два совершенно разных человека. Серьёзно, я... ...вам мы были незнакомы. Два сверш... А чё это он левую руку ложит? Ему ж правую вроде надо. Да это правую руку ложил всё время. Я, может, чё-то путаю? Вот, смотрите. Вот, чё-то где-то тут. Он всё время, по-моему, правую ложил. А, она правую ложит. Всё. Всё. Перепутал. Перепутал. Бывает. Рейн в душе. Ты её не играл. Рейн в душе. Кто хочет выиграть так же сильно, как и она. С кем-то, кто заставляет меня быть лучше каждый день. Эй, это мило с твоей стороны. О, ты не должна была это слышать. Но я очень ценю это. Типа, мы стали гораздо ближе за время этого челленджа и... Наши общие стремления к победе. Да. Как бы мы не игнорировали друг друга вначале, как бы мы не старались не слушать, как только мы узнали друг друга получше, нам хотелось уже не просто победить, а что-то вроде «Я выиграю ради тебя, а ты ради меня». Такие сопли, блядь. Стотым днём! Я спускаюсь в последний раз. Если только нашу страну не разбомбят. Сто дней ради этого. Вы готовы? Мне больше всю гидропонику жалко, блядь. Мне надо бы обратно посадить. Кстати, даже интересно стало, что реально так вот всё-таки быстро растут. Помните, да, в течение дня показал? В течение дня. Уверены? Готовы? Карл! Да? Нажми кнопку! Чувак. Последнее нажатие. Так, вы не очень торопитесь. Давай! Давай, давай, давай! Да, 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 да. Всё-таки две педы с ним. Готов? Давай, Хюга! Не облажайся! Только вот видите, как будто это, как будто петля была. Хюга, давай! Прошло сто дней! Поднимайтесь! Это безумие! Они видят солнце впервые за сто дней! Боже! Боже мой! Как же я по вам скучал! Так и обещано! Вот твои 350 тысяч! Ирэн, вот твои 350 тысяч! Увидимся! Ну, местами глупо, конечно. Понятное дело, что это шоу, что это наигранное всё. Но прикольно. Прикольно. Мистер Мистер Классный. Мистер Мистер Молодец. Не то, что все его подсосы, которые делают. Ярну, блин. Ладно, друзья, мы вот такая вот реакция у нас сегодня с вами получилась. Понравилось? Нет? Напишите в комментариях. Ставьте лайки. Делайте репосты. Будьте клёвыми. Всем пока! Делай как по кайфу, родной. Только в рамках дозволенного.